Друзья, всем привет! С вами Станислав, интернет-магазин FieldTime.com.ua И сегодня мы будем рассматривать долгожданную новинку Spinnaker HUS. Ждал ее скорее не я, часы не совсем в моем стиле, но вот обращений по ним было действительно много. Поэтому остается быть благодарным, что удалось выдернуть эту новинку, так как не все лимитки Spinnaker я успеваю заказать. Да, и в обзоре у нас две расцветки, одна из которых забронирована и сегодня уезжает к новому владельцу. Каждая из этих моделей выпущена ограниченным тиражом тысячи экземпляров, имеет свой номер в виде гравировки на задней крышке часов, на коробке и на карточке, которую я покажу при распаковке. Модель Spinnaker HUS получила свое название в честь австрийского ученого, биолога, зоолога, профессионального дайвера Ганса Хаса. За свою долгую жизнь, 94 года, Ганс внес ощутимый вклад в развитие дайвинга и изучение океана в целом, за что получил не одну награду при жизни. На самой коробке мы видим надпись Marine Conservation Society. Это британская организация, миссия которой защита океана от загрязнения пластика. Именно в сотрудничестве с этой организацией и была создана модель. И Spinnaker, как и многие сегодня часовые бренды, стараются сделать свой вклад в очистку планеты. И это, конечно же, хорошо. На внешней коробке есть порядковый номер часов. 727 модель из 1000. Внутри мы обнаружим буклетик от Marine Conservation Society, в котором они поднимают проблему ежегодного загрязнения океанов пластиком. И дают четкие и понятные рекомендации, как лично мы с вами можем повлиять на то, чтобы улучшить эту ситуацию. Далее видим слот для самих часов и сами часы. Боковая плашка с характеристиками модели. Лично мне нравится, что бренд это выписал. Не нужно нигде лишний раз копаться и искать информацию. Размеры мы чуть позже еще лично проверим. Но здесь, в общем-то, можно видеть, что это нержавеющая сталь 316L. Диаметр 43 мм. Толщина 16 мм. Сапфир с антибликовым покрытием. Вращающийся безель. Браслет 22 мм. С дополнительным ремешком нато и инструментом для замены. От ушка до ушка часы 50,5 мм. И водозащита 300 м. И вот у нас здесь, в таком потайном кармашке, как раз-таки нато ремешок. Здесь прекрасное качество ремня. Он из переработанных материалов экологичных, синего цвета. Под стать циферблата к этим часам. В другой модели серого. Я немножко позже покажу. Качество классное. И фурнитура мне нравится. И такая очень приятная застежка с гравировкой бренда. Также, помимо ремешка, как было сказано, здесь из приятностей. Инструмент для замены ремешка. Я так понимаю, здесь у нас шпильки. Вот так. Дополнительные. И вот они, наши карточки. С лимитированным номером этой модели. 727 из 1000 у нас в синем цвете. И карточка гарантии. Что же касается самих часов, то дизайн вполне запоминающийся. Хотя формы достаточно стандартные. Но я даже на расстоянии четко пойму, что это спиннекер ХАС. И это однозначно хорошо. Корпус имеет практически 100% сатинирования. С зеркальной полировкой на переходах боковых и верхних поверхностей. Для большего объема. Качество отделки здесь хорошее. Грани все обработаны хорошо. Гладкие. И ничего нигде не режет, не цепляет. Давайте лично проверим размеры. Диаметр четко 43 миллиметра. От ушка до ушка 50,6 миллиметров. Толщина у меня показывает 15,5 миллиметров. Ширина браслета у корпуса 22 миллиметра. У застежки 18 миллиметров. Вес часов 196 грамм. В общем-то почти те размеры, которые и заявлены. Я тоже не всегда могу идеально прихватить инструментом. На моей руке 18 сантиметров в обхвате сидят как влитые. Браслет четко уходит вниз. Никаких зазоров здесь нет. Очень приятно смотрятся. Единственное, что кому-то могут показаться высоковатыми. Но это все же дайверы с водозащитой 300 метров. И это обязательно стоит учитывать. Ну и конечно же давайте померяем вторую версию в сером цвете. Красивый нейтральный цвет. Тоже достаточно приятный. Безель в часах очень необычный. Во-первых, он не имеет никаких вставок и сделан из нержавеющей стали. Так что корпус смотрится более монолитно. Во-вторых, у него есть шкала обратного счета, что я вообще впервые встречаю в наручных часах. Как работает обычный безель. Ставим его нулевую отметку напротив текущего положения минутной стрелки и начинаем отсчет. Хват у него, кстати, неудобный. Не могу я пальцами прихватиться. Вот сильно прям проскальзывает. Поэтому вот приходится вот так вращать. Так. И возвращаемся к отчету. Установили. И вот за обычный отчет у нас отвечает первая полоса на безеле. Вот 0, 5 минут, 10, 15, 20 и так далее. А вот вторая полоса с надписью countdown или обратный счет говорит сама за себя. То есть делаем с безельем то же самое. Только теперь мы ведем, соответственно, обратный счет. А не счет времени с нулевой отметкой. То есть вот 60, 50, 5, 50, 45, 30, вернее 45, 40, 35, 30 и так далее. То есть две шкалы в обе стороны направлены. Вообще сам по себе безель сделан классно. Ну вот единственное, что хват мне не понравился. Сильно скользит. Пальцами перехватиться сложно. Ну а так в целом ход очень уверенный и щелчки приятные. Однозначно мне понравились. А в серой версии мне очень понравилось, что безель сделали более темным. И тут я как раз заметил, что цвет разметки соответствует цветовой палитре циферблата. Это такие мелочи, которые сразу можно не заметить, но свою роль они хорошо отыгрывают. Циферблаты у часов очень красивые. Мне однозначно больше понравился синий. Причем это такой классный градиент от более светлого синего к глубокому на грани с черным цветом. Сам циферблат достаточно утоплен, будто находится в бассейне. Подложка даты выполнена в тон к циферблату. И это также внимание к деталям. Читаемо здесь на высоте. В сером циферблате все куда менее броско. Я бы даже сказал, что циферблат достаточно холодный. Цвет однозначно на любителя. Чего мне не хватает, так это более яркого лога. В синей версии он четкий и здесь еще и присматриваться нужно. Но если честно, не факт, что я бы не сказал Фе, если бы его выделили. Все-таки дизайнеры в компании не дураки и знают, что делают. Браслет очень приличного качества. Полностью литой. По отделке в большей степени сатинирование. Но есть полоски полировки на центральных звеньях. Что снова же дает большего объема. Прекрасная геометрия. Нигде ничего не заламывается. Отличный браслет. Что касаемо застежки. То здесь она раскладная с двойной фиксацией. Качество хорошее. Застежка литая. Единственное, что мне не очень нравятся вот эти язычки. И особенно, когда они еще со старта новые и тугие. Вот ногтем не очень приятно поддевать. Из приятностей есть дополнительная регулировка по вот этим трем отверстиям. И есть... Так, с какой стороны мы сейчас посмотрим. Есть у нас... Ага, вот оно. Так, дайверское расширение. Забыл показать заднюю крышку. Спиннекер не мастера дорогих гравировок. Но здесь уже сделали очень неплохо. Есть и гравировка названия организации, с которой работает. И гравирован лимитированный номер. Как владельца часов мне было бы крайне приятно. Что у нас заявлено по характеристикам. Внутри стоит японская механика с автоподзаводом. Не самый популярный калибр от компании Seiko. Калибр NH-16. С датой и днями недели. 21 600 полуколебаний в час. Запас хода 40 часов. И 21 камень. Сафировое стекло с антибликовым покрытием. Швейцарская суперлюминова на стрелках и метках часов. Водозащита 300 метров. Как и полагается дайверским часам. Ну что, друзья. Время итогов. На сегодня эти часы в нашем магазине стоят 14 350 гривен. Разобрав эти модели, их комплектацию, историю, лимитированное издание. У меня ощущение, что это очень доступный ценник. Объективно. И это мягко сказано. Вряд ли я смогу привезти еще эти часы. Поэтому не тяните. Если серые вам понравились, ссылки для покупки я оставляю в описании к этому ролику. А у нас вы покупаете только оригинальные часы с Pinnaker с гарантией 2 года. И на этом я заканчиваю. С вами, как всегда, был Станислав. До новых встреч. Пока. Так, и забыл вам показать вот серый ремешок под серый циферблат. Классные ремни. Действительно очень удобные. Мягенькие, приятные.